Приветствую всех, с вами Наркелов Борис и я Лох. Да, меня сегодня развели на канал, а начиналось все именно вот как-то вот так вот. Пришло сообщение, сейчас промотаю, сейчас промотаю наверх. Здравствуйте, заинтересовал ваш канал, за дорого не продадите, ну и короче идет переписка, сразу что-то не понравилось, но тем не менее был у меня канал, там почти 10 тысяч подписчиков было. Мы договариваемся, он мне скидывает здесь инструкцию, как это все делать, проводит, проводит по этой инструкции и что получается в результате, ну вы как видите, я в черном списке, канала у меня нет. Канал вот был вот этот вот, то есть 8 и 9, да, почти 9 тысяч подписчиков. Канала у меня нет, но видосики, видосики мои здесь остались. Ну что ж, выполнил инструкцию, лоханулся, да, бывает, что, ну что тут поделать. Лох, он и в Африке лох. Без лоха и жизнь плоха, как говорится. Чтобы вам не попасться вот на такие штуки, это мой новый канал, я его начал снова оформлять, у меня три подписчика целых. Кто смотрит это видео, можете подписываться, кстати, на канал, ставить лайки, описать какой я лох и все остальное. Давайте внимательно зайдем на страницу. Страница, скорее всего, фейковая, она никакая, хотя человек сюда заходит. Что нужно сделать в таком случае? То есть в таком случае сразу в любом случае вам нужно отписаться на гуглу. То есть вот служба поддержки, но изучая данный вопрос, я так понял, что каналы вот уже когда передаете непосредственно права владения каналом, каналы уже не возвращаются, потому что я там почитал, у людей бывают такие же штуки. Но что, что я поторопился, я тут вот буквально перед этим я у Матвея Северянина интересовался этим вопросом. То есть он, да, реально, ну по продаже канала, он говорит, да, реально, но всегда продаю по схеме. 50 процентов даю, то есть 50 процентов даю администратора, докидывает 50, даю владельца. Я ему написал спасибо, но прочитал я это достаточно поздно. Вот такая вот ситуация получилась. Вот где сейчас. Давайте еще раз вернемся. Канал как только получил в нового владельца, сразу здесь все изменилось. плейлисты здесь. Ну, мои плейлисты так и остались. То есть Google сейчас еще, в принципе, есть что предъявить, ну, в качестве, что это мой канал был. Ну, вот такая вот ситуация. Ситуёвина или как ее, не знаю, назвать. Сразу скажу, если вам вот так вот пишут ВКонтакте, вот так вот пишут ВКонтакте, сразу не ведитесь. Возможно, это мошенники. Есть специализированные сайты, где можно купить канал, продать канал. Что они будут делать с моим каналом? Ну, по идее, когда я нажимал кнопку передать права, там 24 часа должно пройти и я должен буду переделать хозяина канала. Ну, будем ждать развязки этой мутной истории. Ну, вот, вот такое вот лошара. То есть YouTube канал у меня там с пятнадцатого года был. По-моему, сейчас даже посмотрим о канале. Сегодня, кстати, у меня было полмиллиона. У меня была такая дата полмиллиона просмотров. Дата регистрации седьмого октября пятнадцатого года. Ну, вот так вот лоханулся. А это вам видео на будущее. Чтобы у вас такого не происходило, никогда не ведитесь на такие замуты, на такие мутные схемы. Особенно ВКонтакте, если вам предлагают что-то. Если продаете канал, обязательно заключайте договор официальный. Можно через нотариуса, можно на каком-то листочке. Это я уже просмотрел, изучил информацию. Сейчас, на данный момент, ну, из-за того, что мои видосы здесь залиты, и я могу рассказать и исходники показать этих видосов, что они у меня есть на компьютере, но, опять же, я не знаю, чем закончится эта история. Ну, будем рассчитывать, что мой канал мне вернется, но, тем не менее, это урок на будущее, и не унывать вот в таких случаях. Что же сделать? Причем, я смотрю, вот, в открытом виде оставили только те видео, у которых много-много просмотров. Вот 4,9 просмотров, 4 тысячи просмотров, ну, самые-самые валидные, самые такие 16 тысяч просмотров, 2,4 тысячи просмотров, ну, самые такие вот оставили видосики. И на этом я заканчиваю. Всем привет! Подписывайтесь на мой новый канал, и будем ждать развязки этой истории. Возможно, эта история со счастливым концом. Всем привет!